Добрый день, дорогие зрители, дорогие присутствующие сегодня в шоу-руме. Меня зовут Михаил Абрамский, я директор Института информационных технологий и интеллектуальных систем Казанского университета. Сегодня я снова совмещаю роли как ведущего этого мероприятия, так и представителя института, о котором сегодня пойдет речь. Я благодарю за внимание наших зрителей, которые пришли сегодня в шоу-рум, я благодарю наших зрителей, которые слушают нас онлайн. Сегодня речь пойдет про поступление в наш институт и не просто в институт, а поступление на следующую ступень образования, это магистратура. И обо всем этом я буду говорить не один, а буду говорить вместе с моими коллегами сегодня, которые присутствуют в шоу-руме. Разрешите вам представить, профессор кафедры интеллектуальной робототехники, руководитель магистратуры по интеллектуальной робототехнике Евгений Акадьевич Магит. У нас сегодня также присутствует руководитель программы «Цифровое лидерство экосистемы национальных платформ и интеллектуальных сервисов» Динар Хамитна Галямова, доктор, конечно, профессор. И для организационных вопросов по поступлению в магистратуру в этом году есть ряд изменений, которые стоит знать в будущем магистрантам этого года, нам расскажет Ирин Александр Максим, заместитель директора института по развитию, который, я думаю, что наши выпускники, как минимум, знают по бакалаврскому поступлению. Ну, уважаемые коллеги, давайте начнем, у нас такой сегодня гибридный формат, и да, по остальным программам отдуваться сегодня мне, так что я расскажу тоже про то, что у нас есть, а всего у нас с вами 5 или 6 магистрских программ, тут вопрос, как посчитать. Ну, давайте мы начнем вот как раз-таки с ближней магистратуры. Магистратура по робототехнике в институте появилась в 2017 году, это вторая наша магистратура. Георгий Аркадьевич бессменно руководитель этого направления этой магистратуры. Я перед тем, как спросить вас вообще про то, о чем эта магистратура, хочу поздравить вашу команду с победой в конкурсе RoboCup с проектом робото-официанта. Получается, команда Георгий Аркадьевич взяла первое место на конкурсе, о котором вы тоже сейчас расскажете. И, в общем-то, там тоже ведь участвовали магистранты, представители этой магистратуры. В общем-то, я хочу вам слово, буквально 3-5 минут, расскажите про программу и, конечно, все-таки поделитесь, что было за конкурс. Спасибо большое за представление. У нас очень интересная магистрская программа, которая построена на основе зарубежных программ ведущих университетов. Так, за основу взяты программы университета Корнеги-Мэллон, Цукубского университета, Технеона и Бристольского университета в Великобритании. Затем эта программа была обкатана несколько раз как в других университетах, так и у нас. И получила поддержку благотворительного фонда Владимира Потанина для своего дальнейшего развития. То есть программа вызывает большой интерес не только у студентов, абитуриентов, научного сообщества, но, как оказалось, и у коммерческого сообщества. Кто может поступить на эту программу? Вам не обязательно быть изначально робототехником. Наша основная целевая аудитория — это выпускники IT-специальностей или технических дисциплин, то есть любые направления в IT, математика, физика. Но также у нас каждый год поступает по несколько студентов с гуманитарных направлений, и они достаточно успешно учатся, защищают свои выпускные и квалификационные работы. Некоторые учатся даже лучше, чем IT-шники. Поэтому, в принципе, мы не ограничены тем, кто у нас на входе. Главное, чтобы у студента, абитуриента была высокая мотивация, желание развиваться в робототехнике. И, конечно же, очень полезным будет знание английского языка, умение программировать, знание математики. Но если вдруг вам чего-то где-то не хватает, мы вам поможем, всему научим, вы сможете подтянуться до необходимого уровня. Каждый год наши студенты активно участвуют в различных соревнованиях, выступают на конференциях, ездят на стажировки по обмену. Так наши студенты уже побывали два раза в Японии, один раз в Индии и один раз в Италии. Из тех, кто был на стажировках. И из соревнований в этом году хочется отметить победу нашей команды, в которой в том числе были студенты-магистранты, на российском соревновании под эгидой Робока Праша, где мы выступили в лиге Робока Пэтхоум, где робот должен был выполнить определенные задания в домашней обстановке. Наш робот получал от бармена заказ и развозил его за определенные столики клиентом, он должен был сам найти этот столик, пользуясь информацией из окружающей среды и при этом не пролить тот напиток, который он везет. Не пролили? Не пролили. Мы стали победителями однозначными в этом конкурсе. И, конечно же, мы будем рады видеть всех. К нам поступают наши выпускники, к нам поступают выпускники других институтов КФУ. Большое количество выпускников в этом году приехали из других регионов, и они вполне успешно учатся. Многие из них даже успевают совмещать учебу с работой. И хочу еще отметить, что лучших студентов мы берем к себе в качестве лаборантов, где они уже смогут совмещать работу с учебой. Да, стоит отметить, что у нашего института есть профильные лаборатории по робототехнике, их две, в рамках проекта «Приоритет-2030» — лаборатория медицинской робототехники и лаборатория коллаборативных промышленных робототехнических систем, куда, собственно говоря, можно трудоустроиться уже в процессе обучения в магистратуре, показав определенный результат. Да, спасибо большое. Я, кстати, записал, я, если не ошибаюсь, в прошлом году, по-моему, поступил целый кандидат юридических наук. Да, в прошлом году у нас поступил кандидат юридических наук, в этом году он успешно защитится, показал себя как один из трех лучших студентов в этом году, а до этого у нас был прецедент, когда у нас учился кандидат физмат-наук, которая закончилась красным дипломом учебы и теперь работает у нас в лаборатории. Спасибо большое. Я думаю, что это не последний наш вопрос сегодня про программу, но давайте мы перейдем к другой программе, вот уже совсем новая программа, и, конечно, сейчас идет большой спрос на настоящих лидеров изменений, которые должны владеть компетенциями на стыке целого ряда направлений, и вот в этом году в нашем институте открывается программа магистратуры, которая коротко называет цифровое лидерство, а полное название — цифровое лидерство, экосистема национальных платформ и интеллектуальных сервисов. Руководителем этой программы, идеологом этой программы является Динар Хамитовна Галямова, профессор, доктор экономических наук. Динар Хамитовна, вот если, наверное, начать с такого вопроса, если позволите, все-таки, что есть такое программа цифрового лидерства? Ну, если очень коротко, я думаю, что эта программа, ну, во-первых, да, следует сказать, что она будет реализовываться по тому же направлению 090404 программной инженерии, то есть на выходе мы все-таки будем видеть айтишников, у них будет та специальность, которая сейчас максимально востребована, да, которой все хотят обучаться, на которой у нас большой спрос. В то же самое время мы хотели добавить еще и компонент экономического мышления, то есть дисциплины, которые будут связаны непосредственно, да, с там, допустим, с проведением экономических расчетов, с анализом, да, бизнес-планом, с проектами инвестиционными. И что еще немаловажно сегодня, это лидерские навыки, да, то есть умение управлять командой, людьми, проектом, умение выводить на выходе, да, какой-то результат, контролировать этот результат, и, на мой взгляд, это будет достаточно такое удачное сочетание, то есть мы добавляем не просто сам проект, но и, соответственно, его коммерциализацию. И если забегу вперед, в качестве магистрской диссертации, вы знаете, что она является обязательным для окончания магистратуры, мы тоже видим такую двухкомпонентную диссертацию, то есть сам айти-проект, который будет писаться по данной специальности и просчет его экономической эффективности, то есть если руководство поддержит, мы вообще видим двух научных руководителей, один по программной инженерии, второй по экономике, и на выходе уже будет готовый проект. Мы, сразу перейду, кого мы ждем, да, мы ждем на эту программу выпускников любых абсолютно профилей, глубокого IT-образования не нужно, то есть достаточно будет базовых навыков, и, ну, в качестве такого эксперимента мы эту программу обкатали с коллегами на программе дополнительного профессионального образования, она прошла с большим успехом, то есть к нам пришли сотрудники из реального сектора финансовых компаний, даже из госсектора, и каждый получил максимально те знания, те компетенции, которые ему были необходимы, все очень хорошо об этой программе отзывались, в общем-то, это показало то, что такой межсекциональный подход успешно работает, и, возможно, мы даже повторим этот успех с коллегами, да, если будет такое принято решение, то есть я не думаю, что будут какие-то сложности с освоением материала у тех, у кого нет прям совсем глубоких IT-предварительных знаний, в то же самое время те, кто заканчивает бакалавриат в Институте информационных технологий и интеллектуальных систем, тоже будет много интересного, много полезного, и я, с вашего позволения, все дисциплины объяснять вам сейчас не буду, они есть в буклете, кому интересно, подойдете после соответственного мероприятия, и подробнее мы об этом с вами поговорим, так что, я думаю... Спасибо большое, я, может быть, еще вопрос такой задам, который вы, наверное, ребята задали, все-таки, о чем отличается лидерство от управления? Лидерство, это, на мой взгляд, это гораздо более глубокий процесс, то есть, во-первых, лидерство бывает не только узко, лидерство, допустим, в компании, да, лидерство может быть и в стране, лидерство может быть и в отрасли, лидерство, то есть, нашей национальной платформой, лидерство государства, да, то есть, мы, когда задумывали эту программу, мы в лидерство вложили вообще максимальное значение, а в то же самое время проблема показывает, то есть, как показывает практика, именно специалисты с техническим образованием, они, к сожалению, затрудняются выстраивать коммуникации, для них это сложно, и мы бы хотели как раз этому обучить, у нас есть дисциплина про психологические и когнитивные особенности лидерства, да, то есть, умение разговаривать со своей командой, со своей группы, да, со своими подчиненными, со своими коллегами, доносить до них максимально понятную информацию, слышать от них обратную связь, да, и, соответственно, доводить запланированный проект до финального этапа, доводить до конца, потом, соответственно, анализировать те или иные этапы, то есть, вот эти софты, эти коммуникативные, коммуникационные, скорее, навыки, они необходимы, и поэтому мы, в общем-то, и к лидерству пришли таким образом, и в учебном плане это отразили максимально. Спасибо, Елена Архамитовна, это тоже, наверное, не последний мой вопрос сегодня к вам. Ну, позволю себе перейти дальше, и, как я сказал, что я сегодня отдуваю из-за всех остальных отсутствующих руководителей программ магистратур, поэтому разрешите мне в этой позиции несколько слов сказать. Во-первых, стоит отметить нашу, наверное, самую, ну, наверное, самую старую магистратуру, магистратуру самую первую, сейчас которая называется «Аналитика и управление разработкой», «Product Development», это программа, которая у нас открылась в 2014 году, вроде бы тоже недавно, вот она самая старая относительно нашего института, и это программа, которая фактически вам говорит о лучших практиках в процессе разработки цифровых продуктов, при этом большей частью эту с уклоном идет в сторону аналитики и в сторону управления проектами, управления самим процессом разработки, то есть там есть большой блок вопросов, связанный с дополнительными главными архитектурой, с системным анализом, с бизнес-аналитикой, а также есть целый блок, связанный с управлением проектом, управлением разработками, управлением конфигурациями, управлением рисками, управлением поставками, вот все то, что в программной инженере возникает связано с тем что надо каким-то процессом по управлять или проектом вот в этой программе у нас цепляется в этой программе нас примены лучшие практики отечественных компаний наших партнеров и преподавателей этой платформы этих компаний которые мы используем ну и стоит еще отметить да я представлю что руководителем программы этой магистратура является карен альбертович григорян доцент кафедры цифровой аналитики и технологии искусственного интеллекта дальше просто вот план такой да дальше следующая наша магистратура третья по счету которая открылась нашему институте это магистратура технологии виртуальные до полной реальности и разработка игр это магистратура направлен на подготовку широкопрофильных специалистов которые вовлечены в процесс разработки мультимедийных приложений преимущественно это компьютерные игры а также это serious games то есть это моделирую это симуляторы тренажеры моделирующие процессы моделирующая деятельность в разных других областях а руководителем эта программа как руководителем направлении rvr и компьютерных игр является влада владимировна кугуракова многим она наверняка знакома кого готовит в этой магистратуре что надо понимать если вы например в том же бакалавриате мы выйти если готовим именно разработчиков таких приложений то есть они проходят изучать профильные инструменты в магистратуре наряду с этой с этими технологиями мы изучаем то а как делать такие приложения с точки зрения ну например а что такое сценаристика в играх нарративный дизайн откуда брать идеи да как это строить дальше это вопросы генерации сценарных прототипов то есть сейчас у нас уже есть научное направление связано с тем как по описанию текстовому какого-то игрового процесса сгенерировать ну программный код прототипа этой игры также это генерации виртуальных окружений это метаверс то есть это того как генерировать пространство в которых ну опять же по описанию сразу какие-то пространства для того чтобы уже в них базировать игровой процесс в рамках эта магистатура мы работаем с большим количеством институтов потому что тоже много студентов это магистатура вовлечены в проектную деятельность лабораторий связанных с rvr и разработка игр и мы работаем с институтом фундаментальной медицины и биологии с институтом физики с институтом геологии нефтегазовых технологий с юрфаком то есть мне кажется что больше половины институтов и факультетов казанского университета вовлечены в работу с нами в рамках в том числе это магистратуры ну и преподают тоже здесь преподаватель в том числе например института социально-философских и массовых коммуникаций как раз по вопросам сценаристики нарративного дизайна следующая магистратура я тоже конечно трепетно говорить но это то что мое детище магистратура по искусственному интеллекту которая у нас открылась два года назад называется на искусственный интеллект в разработке цифровых продуктов вот ну и поскольку как бы я являюсь руководителем то я нещадно ее подвергая экспериментам и этом году русскоязычной версии она будет полностью в онлайн формате вот с чем это связано но и связано с тем что по традиции скажем так у нас есть магистраты, которые работают и допустим не все магистратуры и перевозят переносим в онлайн формат, потому что это неудобно преподавателям но вот с этой магистратуры мы решили пойти на такой эксперимент и еще раз говорю что это магистратура у нас будет происходить сто процентов онлайн-формате, О чем эта магистратура? Это магистратура, которая фактически совмещает понятие программной инженерии и технологии искусственного интеллекта. Как? Программная инженерия с технологиями искусственного интеллекта и технологии искусственного интеллекта в программной инженерии. То есть, во-первых, это как делать приложения, веб-приложения, мобильные или какие-то еще, в которых применяются технологии искусственного интеллекта. И второй вопрос, это то, а как технологии искусственного интеллекта могут повлиять на программирование. Это кодогенерация, это анализ кода, это антологии, базы компьютерных знаний и так далее. В этой программе, на самом деле, нас интересует широкий набор знаний. То есть, мы знакомим нашего магистранта с большим количеством технологий искусственного интеллекта, которые существуют. То есть, вот все указанные направления, которые упоминаются на слайде, это фактически модули или целые курсы, которые будут прочитаны. И, соответственно, кроме этого мы разбираем вопросы искусственного интеллекта в жизни. То есть, это вопросы, во-первых, социально-философские вопросы искусственного интеллекта, это правовые вопросы искусственного интеллекта, то, как оценивать риски в проектах, где присутствует искусственный интеллект. Вот такую магистратуру. Это будет наш третий набор. В этом году будут первые выпускники этой программы. И что еще хочу сказать, для интересующихся, эта же магистрская программа у нас будет реализовываться на иностранном языке. То есть можно поступать на эту программу и учиться на английском языке. Она будет в гибридном формате, то есть там не стопроцентно онлайн, но, скажем так, тоже часть курсов реализуется в онлайн формате. Это некоторым образом снижает аудиторную нагрузку. — Кажется, я сказал все, что я хотел. Да, ждем мы всех. Сразу я скажу. Я не буду сейчас для каждой магистратуры говорить вот эти направления, эти. Они всегда говорят, да все поступайте, пожалуйста. Поступайте. У нас поступление, вообще говоря, в магистратуру — это процесс отдельный. Вот, Александр, я к вам потихонечку поступаюсь. Это не ЕГЭ, это уже экзамены, у которых есть свои регламенты, с которыми можно ознакомиться. Можно на профильный слайд сначала? Да, вот это, кстати говоря, слайд у нас с местами, который у нас есть, на который у нас идет конкурс. Ну, в принципе, с этим же вещами можно ознакомиться в нашем сайте. Давайте мы перейдем на слайд, может быть, со списком снова программ. Вот. Да, вот так мы оставим, пожалуй. И вот, собственно, у меня коррекционный вопрос. Чем отличается процесс подачи заявлений в магистратуру от бакалавровского и какие у нас особенности поступления в этом году присутствуют для магистрантов? Ну, я, наверное, начну с особенностей. В этом году университет принял решение начать этап вступительных экзаменов уже с мая месяца, поэтому мы сегодня с вами встречаемся. И наши первые экзамены начнутся там с 15 мая. Поподробнее дальше расскажу. Значит, каждый выпускник четвертого курса, либо предыдущих годов, вы имеете право уже сейчас подать все ваши заявления в электронном формате через нашу систему абитуриент.кпфу.ру. То есть приезжать не нужно. Вы подаете заявление, в котором вы прикладываете вашу копию паспорта вместе с пропиской. И если вы являетесь еще студентом, вы прикладываете справку, что вы студент четвертого курса бакалавриата. Если вы уже ранее закончили ВУЗ, то вы прикладываете уже, естественно, диплом вместе с приложением «Скан диплома». Больше никаких документов не нужно, и у вас появляется возможность после того, как вы заполнили все анкетные данные, выбрать все направления магистрских программ, которые вас интересуют, и у вас будет открыт доступ к этим экзаменам согласно расписанию выбранных ваших программ. Александр, можно я внизу? Буду сразу вопрос задавать, который мог возникать. Речь про бюджет или про контракт тоже? Да, спасибо за такое напоминание, потому что в мае месяце, когда вы будете сдавать, будучи студентами, предположим, еще, вы уже участвуете в конкурсе на бюджетные места. Но сам процесс зачисления у вас будет в августе месяце, когда другие ребята, которые решатся сдать во вторую волну экзаменов, которые тоже на бюджет предполагаются, это будет происходить с конца июля, даже могу сказать, это с 28 июля по 8 августа, это граждане Российской Федерации могут сдать экзамены на бюджет. Хочу отметить, что если вы сдаете экзамены в мае месяце, то пересдать их в эти указанные сроки июль-август уже невозможно. То есть вам предоставляется один раз право сдать этот внутренний экзамен. Вы его можете сдавать онлайн на сайте для абитуриентов admissions.kpfu.ru. Там есть и все вступительные испытания, как проходит экзамен, сколько времени уделяется, сколько вопросов на тестирование, сколько вопросов с развернутым ответом, принимается ли портфолио, что из себя представляет портфолио. Все это размещено и на том сайте для всех абитуриентов. И также на страничке etis.kpfu.ru в разделе «Поступление в магистратуру» мы тоже все там подробно уже изложили. Вот если, мое мнение, лучше на сайте Etis, потому что, раз мы говорим сегодня про поступление в Etis, там чисто про наши программы разговоров. Если вы заходите, есть раздел «Поступление в магистратуру», и там есть табличка, в которой приведены все ссылки на описание экзаменов и на систему оценивания, где написано там «Экзамены» — это столько-то частей, каждая часть — это столько-то вопросов, по таким-то темам, разболовка такая-то, и действительно портфолио там тоже есть. Да, по разным программам разный вес в портфолио. То есть портфолио надо понимать, что это… Да, да, у нас вот еще может быть такой момент, что портфолио, наши будущие, надеюсь, студенты, пока поступающие, нынешние, они могут путать с доп-баллами, которые обычно дают в рамках там за индивидуальные достижения. То есть это не доп-балы, которые университетские, это часть экзамена. То есть мы просто часть экзамена выносим в портфолио, мы говорим, вот пришлите нам, что у вас есть публикация, или пришлите нам, что у вас там победа в Олимпиаде какой-то профильной, или победа в конкурсе. Тогда мы это оцениваем и к экзамену добавляем этот балл. То есть это не в системе, вы скажете, у вас будет просто в системе, тоже будет написано доп-балл, и будет ноль. Вы будете говорить, как так, не учли мое портфолио. Это портфолио будет учтено внутри баллов за экзамен. Совершенно верно. И за диплом с отличием университет, как индивидуальное достижение, баллов не дает. Но внутри каждой программы предметная комиссия принимает решение, то есть у них в каждом экзамене расписано, за что дается балл. И если человек пришел с красным дипломом, то, возможно, то есть какая-то из программ наших предоставляет дополнительные баллы. Это что касается процедуры поступления, какие документы даются. И хочу вам вот здесь на этом слайде приведены даты консультации самой ближайшего волны экзаменов. То есть уже 12 мая начинается консультация по аналитике управления разработкой. И экзамен в дистанционном формате можете подключаться через ваш личный кабинет на сайте abiturient.kpfu.ru, либо прийти к нам очно в это здание. Мы вам выделим аудиторию, вы будете писать по билетам. Да, то есть действительно, вот это новшество сдачи, оно все-таки вот такое, немножко двояко, вам стоит решить. То есть когда вы хотите сдать, потому что вы можете сдать только один раз этот экзамен. Просто иногда люди хотят летом уехать куда-то, и говорят, ну мне все равно, я куда-нибудь поступлю, и ладно. Вы, причем, опять же, обратите внимание, вы фактически ведь сдаете экзамен. То есть речь не идет про то, проходите вы на бюджет, проходите вы на контракт. Вы просто, скажем так, заранее сдаете экзамен, а потом, когда уже идет основной процесс приема и пройдет уже экзамен июльский, который обычно проводится, то вы в этот рейтинг тоже будете включены. И тогда вы уже увидите картину, что вы на самом деле проходите на бюджетное место или вы проходите на контрактное место. Можно ориентироваться еще на проходные баллы прошлых лет. У нас на сайте тоже мы эту информацию вывесим. И вы примерно будете представлять с вашими баллами, которые вы набрали, сможете ли вы к нам поступить на бюджет или нет. Потому что картина почти что одинаковая всегда бывает. То есть там за исключением нескольких баллов. И поэтому вы уже в мае месяце будете на 80-90% знать, проходите на бюджет вы или нет. Александр, спасибо. Я предлагаю чуть-чуть опять переключиться на контент наших программ. Можно оставить, я думаю, тут слайд замечательно. Нет, давайте на тот, который… Нет, нет, вот самый первый, где картиночки вот эти вот. Вот у нас робототехника, вот такой вот робот с какой-то эмоцией. Эмир Хач. А вот что вы ждете в тех магистрантах, которые к вам придут? Какие вот главные качества? То есть вы говорите, что если у вас качество таки есть, то будет во, прям совсем хорошо. Хорошо. Вот какой ваш взгляд на портрет вашего магистранта? Самый минимум… При этом помните, что вы хотите, чтобы к вам пришли эти талантливые люди, а не испугались вас. Не испугайте. Понятно. То есть смотрите, самый минимум – это мотивация. То есть если у вас есть желание чего-то добиться, то, в принципе, не так важно, какой у вас бэкграунд, какие у вас знания на входе. Если вы готовы трудиться, получать новые знания, у вас все получится. Если вы самый гений с красным дипломом, но вы ничего не хотите добиваться, тогда, наверное, вы не наш клиент. То есть мы не хотим видеть у себя тех, кто хочет пересидеть два года от армии, кто хочет поступить куда угодно, чтобы сделать счастливыми своих родителей и потом просто прийти за дипломом выпускным. То есть это те, кого мы не хотим видеть. Если у вас есть мотивация, то дальше уже хотелось бы, чтобы у вас был хороший английский, хотелось бы, чтобы вы умели программировать. Если вы не знаете английский, несмертельно у нас в этом году два из студентов учили в школе немецкий. И это не первый год, как такое происходит. Из этих двоих, скорее всего, оба закончат нормальную магистратуру, потому что у них есть мотивация, у них есть интерес, они ходят на все занятия, стараются, все у них получается, я считаю. То же самое с программированием. Если вы хотя бы умеете компилировать программу Hello World, то остальное уже можно вас научить. Если вы, конечно, не умеете компилировать ее, здесь посложнее, но тоже еще не гиблый вариант, была бы мотивация. То есть у нас есть специальные курсы по программированию. Это введение в техническую операционную систему ROS. И как раз в первом семестре, этот курс идет в три семестра, в первом семестре идет самая базовая начитка тому, как программировать. Вы выбираете или C++, или Python. И затем уже работаете с этой системой прямо в классе, с преподавателем, который вас на практических занятиях все в деталях объясняет. То есть я считаю, что если есть мотивация, то у вас обязательно все получится. Я добавлю просто к тому вопросу, что поступают абсолютно разные магистранты. И у нас есть система, в каждой магистратуре есть система курсов, один как минимум курс, который предназначен для не выравнивания, а скорее для того, чтобы учесть, что есть разные люди. Поступают, например, студенты, у которых программирование такое, что они экзамен сдали, но, например, с продуктовой разработкой они никогда не были знакомы. И, например, мы в рамках предмета, проектный практикум, он называется в ряде магистратур, мы как раз-таки пытаемся дать каждому студентам некое индивидуальное задание, которое должно к концу курса его развить. То есть если он уже имеет продуктовый разработчик, зачем ему еще раз в этом участвовать? Мы тогда устраиваем с ними семинары по тем технологиям, которые хотелось бы изучить. То есть у нас подход такой, что, поймите, магистратура, она маленькая. Она не бакалаврят, где-то 200-300 человек учатся в магистратуре, она магистратурная программа, это 40 человек максимум у нас на большой программе. В нашем экстерах это от 10 до 15 человек. И там мы просто каждого можем спросить, как бы, как твои дела, с каждым можем побеседовать, что он из себя представляет, и, собственно, угадать с тем, как двигаться нужно будет дальше. Динар Хамидовна, вопрос у нас тот же самый. То есть что вы ждете от магистрантов, которые приходят на программу цифрового лидерства? Надо ли им уже быть лидером, или это пока будет изучено ими? Нет, я думаю, мы их научим. Пока не обязательно сразу приходить лидерами. То есть у нас есть уже один лидер, это руководитель образовательной программы. И я думаю, надо, во-первых, слушать, что вам говорят преподаватели. Преподаватели абсолютно согласны мотивированности, это основное. То есть если вы ставите перед собой цель получить развитие эти навыки, плюс получить дополнительные знания в области экономического мышления, это тоже немаловажно, потому что здесь все зависит действительно от того, что человек хотел бы получить. Если он хочет просто проработать всю свою жизнь исполнителем, если ему не хочется забивать свою голову вопросами управления, вопросами экономической эффективности, то, наверное, ему не стоит приходить на нашу программу. Мы ждем тех, кто нацелен на карьерный рост. По моему большому опыту педагогическому я вижу, что именно к вопросам повышения экономической грамотности, управленческих навыков люди созревают ближе к 30 годам, им приходится переучиваться, доучиваться. В данном же случае мы как раз попытались, в общем-то, грубо говоря, дать два образования по цене одного. То есть еще и те навыки, за которыми вы в любом случае когда-то захотите прийти, но у вас уже, возможно, не будет через 5-7-10 лет времени на это, ресурсов, какие-то будут другие виды занятости в взрослой жизни. Пока вы еще молоды, у вас есть возможность максимально погрузиться в эту среду. У нас будут нестандартные задания, то есть те задания, которые, может быть, вы не привыкли в рамках своего базового курса. К этому надо быть готовыми, нужно быть открытыми ко всему новому, попробовать себя в тех ипостасях, которые вам преподаватели будут предлагать. Мы приглашаем, в том числе экономистов с большим опытом и практической деятельности, и управленческой деятельности, и попытаться отнестись к ним с уважением, то есть что они хотят максимально свои знания, навыки дать вам. Это их основное призвание, это их основная задача, основная цель. То есть их слушаться, выполнять задания, посещать занятия. В крайнем случае, мы тут уже обсуждали, возможно, будет подключение онлайн, но если есть возможность, приходите в аудиторию, общаться с преподавателями, выполнять их задания. И в любом случае у вас на выходе будет хороший результат. А чем больше вы вкладываете усилий, тем больше вы на выходе получаете. Поэтому ждем дисциплину, трудолюбие, упорство и открытие ко всему новому, нестандартному, к широкому миру знаний, которые мы готовы вам предложить. Спасибо, Нархамид. Как раз два образования по цене одного, это интересный момент. На самом деле стоит действительно прокомментировать, что по сути дела за управление, за экономику, вообще говоря, это мы обучаствуем на программах следующего, менеджменте на экономике. Фактически мы же говорим о том, что мы готовим именно программных инженеров уровня магистратуры, но при этом у которых есть вот эти задатки, которые позволяют по сравнению с другими, у которых нету экономических навыков, достигать своих результатов именно в той деятельности, в которой они работают. Потому что у нас все-таки в рамках этой программы, я так уверенно говорю, потому что мы, Нархамид, много обсуждаем эту программу, все-таки там мы говорим про цифровую и платформенную экономику. То есть это цифровая экономика, это достижение экономического эффекта за счет цифровых продуктов, а платформенная экономика – это, соответственно, используемая платформа. И, в принципе, уберизация, вы, может быть, знаете эти термины. И именно вопрос в том, как в таких, скажем, парадигмах должны развиваться именно цифровые проекты, и как там должны развиваться люди внутри этих цифровых проектов. Вот об этом фактически идеология магистратуры. Да, и стоит отметить, что получается, если формально смотреть, вся наша магистратура, все направления ложатся в направлении подготовки программной инженерии. То есть все 090404 – программный инженер. Ну вот, коллеги, вы сказали по поводу того, что ценность магистранта, вот, у меня, конечно, было написано, а что в итоге магистратура вам дает, вам, в смысле, магистранту может дать. Вот он, ну, поступил, он весь такой мотивированный. Что он получает на выходе? Конечно, тут были слайды про большие зарплаты, про развитие. Вот, может быть, какой-то еще, например, скажем, дополнительный какой-нибудь, может, пример внутри, который вы видите, что магистрант, например, может получить внутри вашей магистратуры. Вот, например, опять же, украду Дина Архамед на одну реплику, что мы очень сильно с ней обсуждаем защиты магистратур этой программы в формате с диплом как стартап. Да, то есть вот есть эта траектория, которая в этом магистратуре может как раз-таки и сыграть. Вот, а все-таки, вот, дайте я, конечно, начну. То есть что магистрант, вот он пришел мотивированный, готов, значит, положить все на то, чтобы учиться. Что в итоге? Что на выходе? Кто он? И как бы, почему он шел к вам? Мы как-то, наверное, в прошлом или позапрошлом году обсуждали нашу магистрскую с представителем одной из ведущих IT-компаний, я уж не буду называть ее. И он очень интересно назвал наших выпускников. Он сказал, вы готовите научный спецназ. То есть те, кого мы готовим у себя в лаборатории, потом многие хотят остаться в аспирантуре, продолжить карьеру какую-то научную. Они готовы заниматься наукой и в России, и за рубежом, потому что подтягивают английский. И, как я уже сказал, у нас программа построена на ведущих зарубежных вузах. А я сам с 1995 года по 2014 год провел за рубежом, где учился и работал в ведущих университетах Израиля, Японии, США, Великобритании. И вот весь опыт, который я собрал там, сконцентрирован как раз в нашей магистрской программе. Соответственно, да, мы не готовим у себя лидеров, но мы готовим у себя специалистов. То есть те, кто пройдет нашу программу, потом за ними выстраиваются очереди из различных компаний, военные, научные исследования, институты, в том числе зарубежные университеты с удовольствием хотят принимать наших выпускников. Поэтому, если вы хотите стать хорошим специалистом в области робототехники, наверное, по всей России наша лаборатория, наша магистрская программа – один из лучших вариантов. Дальше изображают студентов, которые потом сидят и выбирают из больших сумм зарплат, которые им предлагают. Это, конечно, с другой стороны для нас, Евгений Аркадьевич, всегда образец такой грусти, что от нас уходят талантливые студенты, которые могли бы состояться как ученые. Но что поделаешь, дети растут, дети сепарируются и уходят дальше. Хорошо. Спасибо, Динар Хамитовна. Что магистран может получить на выходе? Ну, то есть, что вот, скажем так, в чем его еще будет преимущество по сравнению с другими? Все-таки, вот мы говорим как раз-таки о том, что айтишник с экономическим мышлением, он может где-то еще появиться. Может быть, у вас был кейс как раз-таки студентов магистатуры, которые как-то прорвались за счет того, что вот у них вот это было задаток, который был получен. Да, безусловно. Я еще раз повторяю, что ко мне приходило очень много студентов именно за экономическим образованием, у которых есть базовое техническое. То есть, проходит какое-то время, и им не хватает этих знаний. Почему мы, собственно, и решили эту программу открывать? Потому что это не просто для общего развития. Это действительно бизнес диктует, что необходимо начинать разбираться, как работает компания, как работают показатели, посчитать ту же эффективность. И еще один момент, на который я хотела обратить внимание. Мы приветствуем... То есть, если в бакалавриате... У меня тут есть некоторые мои студенты, да, я всегда говорю, надо ходить, да, работа – это не обязательно. Главное, там, закончить базовые четыре года бакалавриата. В магистратуре обратная история. Нам часто встречаются магистранты, которые уже где-то работают, и у них по своему основному месту работы возникают определенные вопросы. То есть, может, он считает проект, да, или, там, допустим, его команда, или отдел, и он может с этим кейсом приходить, и наши преподаватели, консультанты, они будут ему помогать это дорабатывать. То есть, это может быть там использовано в дальнейшем в его работе, да, то есть, это практическое наполнение магистратуры, которое, соответственно, можно вполне сочетать. То есть, магистратура – это как раз тот случай, когда трудовую деятельность можно и нужно сочетать с магистратурой, таким образом не просто свои навыки, там, общеобразовательные, да, или, вот как было сказано, чтобы мама с папой, да, еще два года где-то я побыла, или поучился, или поучилась, да, а это непосредственно то, что вы можете в своей практической деятельности использовать, сочетать, и это, более того, это даже приветствуется. Спасибо большое, Дина Архамитовна. Мне даже после таких слов, когда я добавила, это нечего. Я, может быть, еще что вижу, это то, что все-таки в магистратуре бывает, что еще студент приходит изначально, как будто бы, чтобы просто продлить свой статус студента, ну, по разным причинам. А потом внезапно он для себя что-то находит, зачем он в магистратуру пришел, то есть какой-то курс или какая-то траектория, которую, может быть, и не ожидал. Потому что, что еще надо понимать, во всех случаях перехода с бакалавриата в магистратуру, вам может показаться, что вы это уже проходили. То есть все равно вот какой-то предмет, то есть если только это не прямо разница, то есть вы, например, не знаю, заканчивали, предположим, скажем, я скажу, бизнес-информатику, вот, а пришли на робототехнику. Ну, наверное, там пересечение небольшое. Но бывает такое, если у вас идет общее какое-то такое техническое образование по программированию, и вы приходите на программу в области программирования, и вы слышите снова про жизненный цикл, вы снова слышите про архитектуру, говорите, мы же это уже проходили. Но потом происходит какой-то переход, который мы стараемся вот именно поддержать, потому что к нам приходят люди, которые сами работают, и вот они постепенно, у них то, что было курсом лекции, трансформируется просто в кейс-стадис. То есть они начинают просто разговаривать, а у меня вот так было, а потом вот так было. И вот этот опыт, который передают коллеги с индустрии, он невоспроизводим. То есть его даже нельзя вынести в какой-то курс лекции. Мне кажется, десятилетия нужно пройти, чтобы это сформировало какой-то курс. И мы стараемся таких людей чередовать. То есть мы стараемся приглашать людей, которые что-то такое хорошее скажут. Так, на самом деле большая часть плана, который я себе отмечал, мы выполняем, но мы оставляли еще время на потенциальные вопросы из зала, которые можно задать руководителям программы, Ирина Александровна, мне. Уважаемые коллеги, по-моему, там где-то есть микрофон, по-моему, у Виталия. Если есть вопросы, вы можете руку поднять и просто передавайте микрофон друг другу. Мы готовы на них ответить. У нас есть еще для этого некоторое время. Какой есть вопрос? Да, пожалуйста. А представляться надо? Ну, хотите представляйтесь. Ладно, не буду. Так. Главное, скажите, что вы заканчиваете хотя бы? То есть вы там... Ладно, заканчиваю УИТИС, 4 курс. Вот, вопрос. Возможность, как сказали уже, вступительную писать один раз, если это один раз в год или вообще за все время? Нет. Абитуриент каждый год может поступать. То есть вы в эту приемную кампанию пишете экзамен один раз. Но если вдруг вы не поступили, вы имеете право на следующий год участвовать в приемной кампании, также будете допущены к экзаменам. Это не как с ЕГЭ, да? То есть это каждый год вы задаете экзамен просто на черной прием. Спасибо большое. Второй вопрос. Вот, допустим, если я напишу вступительный экзамен в мае, но у меня пока еще публикации нет, и я как бы в будущем, возможно, планирую, допустим, ко второй волне это сделать, могу ли я, допустим, написать экзамен в мае, но портфолио отправить позже? Нет. Если я не ошибаюсь, нормативно мы это сделать не можем. Лучше написать его в июле. То есть сейчас просто, ну, скажем так, мы должны сразу отчитаться баллами, которые будут в системе загружены, и потом нельзя их оспорить. Вот, поэтому все-таки, если вы ожидаете такую, что выйдет публикация к лету, лучше сдавать экзамен летом. Все, спасибо большое. Мне кажется, надо проверить обязательно профиль, куда вы поступаете, потому что на разных профилях разные требования. У кого-то эти публикации дают баллы, у кого-то только ранжирование. А ранжирование, я так понимаю, мы потом подводим общее. То есть баллы те же самые, но ранжирование может меняться, нет? Ну, это очень редкий случай на самом деле. То есть по-хорошему мы опираемся при ранжировании только на баллы. А если у нас общие, ну, например, два человека получили одинаковые баллы за экзамен, то там уже идет, например, отбрасывается портфолио. Если одинаково, то смотрится по тестовой части, если я не ошибаюсь. Если там одинаковое, то... Берется средний диплом диплома. То есть если все баллы одинаковые по всем частям экзаменов, то средний балл диплома. То есть получается, что в этом случае ранжирование другое получается немножко. Ну, Евгений Анатольевич, почему ты спрашиваешь? Потому что такого нет, у него все четко там. Еще были вопросы, вот поднимали руку. Здрасте, меня зовут Дамир. Заканчиваю ИТИС. У меня несколько вопросов по поводу пачки магистерских направлений. Первый из них будет задан Динари Хамитовне. Здрасте. Вот мне очень интересно, вы говорите, что... Ну, выпускаемый студент будет специалистом, ну, и по ИТ, и по управленческому какому-то слою. Вот мне интересно, он в компании будет занимать какой слой? Ну, он в итоге программист и как кто? Как project manager? Он в итоге программист, потому что мы диплом получаем по специальности 090404 программной инженерии. Это очень модная, полезная, важная специальность, да, которая дает много преимуществ, и поэтому, конечно, не в экономике. Но при этом у него уже будут экономические навыки, компетенции, и в экономическом отделе он сможет работать. То есть если так сложатся обстоятельства, он может совмещать. Он может пойти в частный бизнес, и он может уже не нанимать, допустим, своего экономиста или бухгалтера, он может сам свою экономику считать. Поэтому преимущественно, то есть большая часть дисциплин, она... Ну, потом подойдете, я вам объясню, да, то есть большая часть, она пойти идет. Иначе мы просто не можем выдавать диплом по этой специальности. Но при этом мы точечно отобрали, допустим, бизнес-планирование, управление компанией, лидерство, международные финансы, да, очень хорошие есть преподаватели у нас, экономическое мышление. То есть в дальнейшем, там, в 30-40 лет вам уже не нужно будет получать второе высшее экономическое, потому что эти навыки у вас уже будут. Вы уже будете понимать, как работает компания. Более того, мы делаем еще акцент на аналитику, то есть не просто знать, как считается, да, там, ликвидность или что-то, а понимать, почему она снизилась, как ее увеличить, да, или как ее снизить. То есть сама аналитика, она тоже очень важна, то есть не просто пух учет, потому что, ну, допустим, один из бухгалтеров, вы можете сами пройти дома. Но понимать вы не сможете. Аналитик, бухгалтер и аналитик – это разные вещи, да. Здесь мы еще добавляем аналитику, и не случайно вот этот предмет экономическое мышление, который я сама сейчас разрабатываю, я буду его вести. Это именно мыслить, как в том числе экономист. По мне это более важно, да, чем какая-то формальность. О том, что как раз-таки для экономиста этот предмет, возможно, это и предметом-то не является, потому что это его суть, а вот для айтишника это именно является предметом. И я можно еще перебью на секундочку, я хочу еще просто сказать на понимание, что суть того, что все магистратуры открываются в рамках одного направления, означает, что у вас есть ядро программ, это около 7-8 предметов, которые у всех одинаковые. То есть там жизненный цикл ПО, там находятся средства, инструменты программной инженерии, введение в программную инженерию, там находится построение процесса разработки ПО. Ну там названия такие широкие, но там, скажем, даются общие вещи, связанные именно с тем, как происходит процесс разработки. Вот, поэтому как бы мы и говорим, что все-таки есть вот это айтишное ядро, но в самой программе тоже есть предметы айтишные, которые рассказывают тоже, скажем, про какие-то существующие технологии. То есть они рассказывают про технологии искусственного интеллекта, которые могут быть использованы, про, есть для, по выбору модуль именно про программирование, если кто-то хочет потянуть скиллы. Есть модуль, который связан с цифровыми технологиями в деньгах, ну то есть цифровыми деньгами, скажем так. То есть суть в том, что вот все равно это программист или айтишник, и курсы там тоже такие, и у большей части, сейчас как сказать, у всех программ есть совпадающее ядро. Вот, иначе мы не можем называть наших выпускников программными инженерами в магистратуре. Я еще хочу добавить, что, наверное, выпускник этой магистрской программы может работать и специалистом по цифровой трансформации, то есть вот на предприятии. Да, вот у нас 50 минут пойдет наша встреча, и наконец-то кто-то сказал страшное слово цифровая трансформация, что действительно, да, это тоже одно из направлений, мы просто это не говорим, просто потому что очень хайповая тема, сейчас каждый, кого не покажет, цифровая трансформация занимается. Раньше говоря, автоматизация, потом цифровая трансформация. Но, кстати, вот у нас в магистратуре вы разницу между этим термином тоже поймете. Еще был вопрос, Владимир Владимирович, а у вас все или нет? Нет, не все, ну, и такой более точнейший вопрос, вот после вашей, после вашей магии, извините, выходит какой-то такой усредненный бизнесмен, что ли, который задает правильные вопросы, там, какой рынок, состояние, что сейчас популярно? Бизнесмен? Ну, стартапер, так сказать. Нет, выходит айтишник, стартапер, ну, то есть человек, который разбирается в бизнесе и который разбирается, то есть бизнесменом я его не могу назвать, то есть вручая диплом, да, ему значок бизнесмена не выдается, потому что это, скорее, способ мышления. Может ли он открывать свой бизнес? Да, сможет. Сможет ли он стартапы, да, развивать? Да, конечно. Мы этому пытаемся научиться. Ну, очень будет полезно, ну, знать состояние, ну, просто рынка, и он сможет на этом работать, да? Да, конечно. Во, четко. Так, еще. Там у нас есть еще вопросы. У нас еще два человека, еще три человека, да. Можно мы ему передать, что есть время грешное? Так, сначала была там рука? Нет, нет, здесь. Да? Ну, хорошо, там, потом, потом наверху. Здравствуйте, заканчивайтесь. Был такой вопрос насчет приоритетов поступления, получается, нету. Хоть сдавай в мае, хоть и в июле. Да, либо вы в июле, в конце июля, с 28 июля по 4 августа, либо в мае. Эти две волны на бюджет. Но если вдруг вы не успели и решили заскочить в последний вагон, то с 11 по 17 августа будет последняя пятая волна экзаменов. Это только на контракт. Спасибо. И еще один вопрос был про искусственный интеллект. Так как он будет проходить онлайн, но ядро одинаковое. Будет ли что-то очное или все будет в онлайне? Нет, мы стараемся сделать так. Ну, то есть, очного не будет. То есть, раз мы заявляем онлайн-программу, ну, как бы тут уж это... Это будет просто в Тимсе обучение? Нет, не совсем. А, вы же не знаете. У нас же 4 курс. У нас сейчас вот на первом курсе бакалавриата есть онлайн-программа. То есть, у нас есть студенты-бакалавриата, которые учатся 100% онлайн. Некоторые живут даже не в России и учатся на этой программе. Там происходит как? Есть два вида онлайна. Первый формат онлайн – это когда создается цифровой образовательный ресурс или онлайн-курс, и студенты асинхронно обучаются в нем и коммуницируют с преподавателем. А второй вариант – это действительно используют вебинары в Тимс. Будет и такой, и такой формат. Примерно 50 на 50% мы так делим, чтобы снизить нагрузку аудиторную, раз это онлайн-программа, но ее не убирать, потому что ряд преподавателей действительно нужно разговаривать в процессе этой программы. А начинка некоторых курсов точно такая, как и у всех. Просто она происходит в онлайн-формате. Спасибо. Вот там наверху был вопрос, по-моему. Потом мы на первый ряд снова обратно передадим. Коллеги, у нас до конца остается около пяти минут, поэтому буквально несколько вопросов. Здравствуйте, зовут меня Александр, заканчиваю ИТИС. И вопрос у меня по поводу вступительных экзаменов. Было сказано, что можно либо онлайн, либо прийти в аудиторию и дадут билет. Вопрос в том, в чем разница. Не в чем. Точно такой же. И там не билет, то есть там тестовая часть и развернутая часть. То есть те, кто сдают в онлайне, они сдают с прокторингом, сначала отвечают на тесты в системе, потом скачивают бланк вордовского ответа и набирают свой ответ. Те, кто приходят задавать в аудиторию, получают тот же тестовый бланк и проходят тест, отмечая галочками, отвечая на ответы, отвечая на вопросы, а потом на чистом бланке тоже рисуют диаграмму, пишут запросы или что-нибудь еще. То есть контент экзамена одинаковый для обоих форм прохождения экзамена. Хорошо. Возможно, еще следующий вопрос. Как к этому готовиться? Есть ли где-то информация? Да, вот на сайте ТИСа есть раздел «Поступающим», там раздел «Поступающим» и «Магистратура». Можно просто даже в Google «Поступление магистратуры» и ТИС. Первая ссылка будет «Мэй». Там есть таблица, в которой есть программа вступительных испытаний, где упоминаются темы по каждому из блоков экзамена, которые будут. И есть образцы заданий, тестовых и развернутых. Их можно посмотреть, это дано по каждой программе. Можете там с этим ознакомиться. Спасибо большое за развернутый ответ. Пока передаете микрофон, чуть-чуть добавлю, что на экзамене есть несколько вариантов. То есть вы получаете не билет вытягиваете, а вам достанется один из вариантов. Ну да, просто они билетом пистаник называются. Здравствуйте, меня зовут Кирилл. Я выпускник Казанского авиационного института. Заканчиваю специальность по технике и теплоэнергетике. У меня вот такой вопрос. Чем специальность цифрового лидерства отличается от аналитики и управления? Специальность аналитика и управления, которая у нас, Карен. Да, чем она отличается? Хороший вопрос. Нет, я могу очень просто ответить. Смотрите, в аналитике и управлении разработкой нет экономики. То есть, по сути дела, аналитика – это системный анализ и бизнес-анализ, но не бизнес в плане бизнеса, а бизнес-процессы. То есть это этап разработки программного обеспечения. Потом там разбираются облачные платформы, которые используются для процесса разработки. То есть как выставить процесс там, как те иные сервисы, которые нужны в процессе разработки, друг с другом взаимодействуют. Это управление проектом по разработке ПО. Оценка рисков тоже там не экономическая идет, она идет с точки зрения того, какие риски возникают в IT-проекте и в IT-команде, и как с этим справиться. А что касается программы, которую Динар Хамитовна, я просто сегодня прям шел и думал, поэтому я его забрал с ответом. Я стипа чужую программу не очень хорошо могу комментировать. Что касается, то там как раз-таки о чем идет разговор? Что это тоже IT-специалист, который тоже узнает про процессы разработки, но все-таки у него идет ориентир в плане того, что он воспринимает деятельность с экономической картиной мира, и дальше из этого вытекает, что он должен учиться? Оценить экономическую эффективность, делать какой-то анализ, продумывать, скажем, эту деятельность в контексте международной экономической ситуации и там локальной ситуации внутри компании. То есть на самом деле в программе, где аналитика управлена разработкой, вот этой вот части экономической ее нет. А там она наоборот есть, но там зато нету вещей, связанных с управлением разработкой. То есть как управлять, скажем так, как управлять процессом разработки, конечно, там есть элементы управления, там есть одна дезинциплина по управлению проектами, но вот чтобы это развернуто разбиралось в плане того, какие сервисы используют, как команда должна, какие релизы, какие модели жизненного цикла, это не разбирается в этой программе. Спасибо за это. Так, и, наверное, это у нас, да, наверное, заключительный вопрос будет сегодня. Если есть вопросы, мы можем еще вне эфира остаться и ответить на вопросы присутствующих зала. Вот, да, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, заканчиваю четвертый курс. Скажите, пожалуйста, можно ли участвовать в экзамене на бюджет и на контракт, или достаточно одного экзамена? Вы сдаете всего лишь один экзамен, и вот ваши баллы, они могут вам потом, то есть рейтинг выставляется, и вы смотрите с вашими баллами, вы на бюджет проходите, либо не хватает ваших баллов, вы принимаете решение, заключаете договор на контракт. Благодарю. Важно, что возможны переходы между контрактами и бюджетом на втором курсе обучения при случае, если освободились места из-под бюджетника. А это происходит, да. Это всегда происходит, да. Там вот один вопрос еще есть, наверное, успеваем. Здравствуйте, Вадим, заканчиваю ИТИС. Вопрос у меня, связанный с работой, поскольку вы сказали, что часто магистранты работают, вот нужно ли на своей работе предпринять какие-то меры, чтобы там высвободить место для образования, чтобы все-таки образование на первое место ставить, чтобы не было такого, что не может посещать какие-то пары человек. Спасибо за вопрос, я его вырву от коллег, потому что они тоже захотят ответить, но я скажу так, что мы, конечно, пытаемся способствовать тому, что вы могли совмещать с работой, например, пары начинаются точно во второй полдня, и очень редкие пары начинаются раньше четырех, но, как показывает практика, иногда это превращается в то, что студент пытается выставить свое обучение вокруг работы, то есть он говорит, а давайте сегодня не придем, давайте сегодня в онлайн придем, давайте завтра вообще, то есть мы, вот это мы не очень любим в наших программах, то есть если человек идет в магистрату, то означает, что он должен понимать, что ему придется совмещать, то есть это вопрос, как вы, конечно, говорите, мотивации, то есть что нужно самому высвободить время, потому что сами подумайте, вы 8 часов работаете, приходите на 4 часа в университет, у вас суббота тоже занята четырьмя парами, когда писать магистрскую работу? Хотя бы даже магистрскую игру про домашнюю работу по предметам, поэтому это надо все равно как-то пытаться высвобождать, но мы стараемся понимать то, что у нас магистранты работают, то есть у нас действительно есть некое управление магистрскими, что мы понимаем, что это может позже прийти, чем это рабочее время, например, стандартное и так далее, то есть мы это учитываем и в расписании тоже учитываем, то есть у нас, повторюсь, ближе к вечеру происходят занятия в магистратуре, но все равно что-то, какой-то измене вы должны будете сделать. Михаил, подожди, можно я дополню буквально? Буквально несколько секунд. Да, я просто хочу сказать, это вопрос самодисциплины, то есть у меня были магистранты, у которых была очень большая загруженность на работе, и они при этом все вовремя успевали, ну то есть это вопрос, чтобы вы в голове у себя этот тайм-менеджмент выстроили, а были те, которые толком нигде не работали, но просто не ходили на учебу, поэтому если вы мотивированы, это реально, это не то, что вы не сможете, да, и надо будет выбирать, но это самодисциплина, мотивация, и я думаю, что как раз приучитесь быть мультизадачным, да, и параллельно как-то сочетать разные события, и, как правильно было сказано, у нас небольшие группы, то есть 10-15 человек, мы всегда со всеми на связи, у меня мои контакты есть у всех магистрантов, они всегда могут связаться, предупредить, если у них какой-то форс-мажор. Главное не исчезать, не, там, без причины, да, не, там, присутствовать, да, где-то в пространстве, а всегда присутствовать, давать обратную связь, ну вот форс-мажор, я думаю, любой преподаватель пойдет навстречу, если такая будет история, а так, конечно. В общем-то, это история про мотивацию, прошу прощения, просто у нас сейчас уже скоро это скажет, что конец. Это был Институт информационных и телогенцентральных систем Казанского университета, поступайте к нам в магистратуру. Казанского университета